Что такое Арктика? Это не страна, не остров, не материк. Это часть земного шара, примыкающая к Северному полю. Арктика – это Северный Ледовитый океан, большая часть которого покрыта нетающими льдами, и полярная тундра. Арктика начинается там, где заканчиваются леса, и начинается тундра. Иногда границу Арктики проводят по Северному полярному кругу, который опоясывает нашу Землю на 66 градусе северной широты. Северный полярный круг – это воображаемая линия, которая проходит параллельно экватору. Раз в году в Арктике бывает полярный день – это когда солнце не заходит за горизонт и ночью светло, как днем, и полярная ночь – когда солнце не появляется над горизонтом и весь день темно, как ночью. Для того, чтобы найти дорогу в Арктику, придется воспользоваться компасом и отправиться точно на север. Стрелка компаса всегда указывает на север, поэтому из какой бы точки земного шара мы не начали свой путь, всегда попадем на север. В Арктике можно наблюдать такое уникальное природное явление, как северное сияние. Удивительные сполохи играют на темном небе разными цветами. Еще одна особенность Арктики – это вечная мерзлота. Часть арктической суши так и называется – зона вечной мерзлоты. Земля здесь всегда остается промерзшей. Холодное полярное лето, средняя температура 6 градусов тепла. Земля успевает отогреть небольшой слой от 40 до 2 метров. Высокому дереву для опоры нужны мощные корни, уходящие в глубь земли. Но сквозь промерзшую землю корни пробиться не могут, поэтому в тундре не растут большие деревья. Здесь могут расти только низкорослые деревья и кустарники, такие как карликовая береза. В тундре растет большое количество лишайников, мухов, трав, полярные маки. Ближе к осени здесь краснеют, желтеют растения, созревают ягоды – муромушка, брусника, голубика. И тогда тундра покрывается ярким ковром. Животный мир Арктики довольно разнообразен. Только в Арктике можно встретить такое уникальное животное, как овцы-бык. Ровесник мамонта, родом из ледникового периода. Овцы-бык размером с быка, покрыт длинной густой шерстью, теплым и мягким подшерстком. На голове рога, растущие вниз и в стороны. Питается овцы-бык растениями, которые добывают из-под снега, раскапывая снег на глубину до полуметра. Животные не боятся холода и сильного ветра. Летом линяют, оставляя на камнях и кустах клочья шерсти. Но и в поредевшей шубе страдают от жары, поэтому любят отдыхать на сохранившихся в тени сугробах-снежниках. При опасности овцы-быки становятся плотно вокруг самых детенышей, после чего один самец атакует и тут же возвращается обратно в строй. Еще одно не менее интересное животное – это северная олень. У него есть замечательные особенности, которые помогают жить в тундре. Например, при беге олень высоко поднимает ноги, и это позволяет ему легко передвигаться по заболоченным местам с кочками и по снегу. Копыта устроены так, что пальцы могут раздвигаться при соприкосновении с любой опорой, что помогает им не проваливаться в снег. Питаются олени грибами, корой, травой и, конечно же, мхом – ягелем. Они раскапывают снег передними ногами так глубоко, что иногда видно только спину животного. В арктике обитает большая птица размером почти с филина. Это белая или полярная сова. Хотя она и получила название «полярное забелое оперение», но полностью белый наряд носят только самцы. У остальных птиц есть темные пестрины. Интересно, что совы – ночные хищники, а полярная сова может охотиться и днем, и ночью, ведь в тундре земной темно, а летом круглые сутки светло. Необычная птица, обитающая в Арктике – тупик. Птица получила свое название по форме клёва, напоминающего топор. Тупика называют морским попугаем из-за ярко-оранжевой краски клёва лапа перьев вокруг глаз. Эта птица умеет рыть норы, летать, еще лучше умеет бегать. Отличный ныряльщик и пловец. Плавают тупики особым образом, размахивая под водой крыльями, как будто летят. Интересно взлетают птиц из поверхности воды, они разбегаются по воде и взлетают. Клюв тупика позволяет птице ловить одну за другой несколько рыбешек и всех разом отнести птенцу. Еще один уникальный обитатель Арктики – Мурш. Конечно, эти животные… Конечности этих животных превратились в ласты, поэтому их называют ластоногими. Еще один обитатель Арктики – Мурш. Конечности этих животных превратились в ласты, поэтому их называют ластоногими. Шерсть у них короткая, но от холода животных спасает большой слой жира. У Мурша есть большие бивни метровой длины. Бивними они помогают себе взбираться на лед, нанесутся удары соперникам и успешно обороняются от белых медведей своих врагов. Пищу находят на дне, поднимая бивними слой ила, разыскивая в нем моллюстов, ракообразных морских звезд. Отдыхая, Мурш кладет голову на бок, чтобы парни нам мешали ему. Мурш имеет славу общительного животного. В природе держится большими группами. В суровых водах Арктики водится необычный дельфин Нарвала или Борской Динорог. Ими он получился спереливать на рог прямой 2-3 метра. На самом деле это левый зуб. Рог Нарвала твердый и гибкий. Конец его может сгибаться на 31 см в любом направлении. Вся жизнь Нарвала проходит в холодных водах свежего ледовитого океана. Прямущаясь в водах океана зимы, Борану находит в себе половину, возле которой коротают суровые арктические зимы. Самый большой хищник на планете – белый медведь. Белый цвет шума позволяет охотящемуся медведю оставаться незамеченным. Интересно, что при охоте сообразительный естник прикрывает лапой черный нос, чтобы остаться незамеченным. Медведь редко остается на суше. Он качуется арктическими льдами. Летом ближе к Северному полюсу, зимой добирается до материка. Большую часть жизни медведь проводит в путешествии, который проходит в одиночку.